Депутаты выбрали главу муниципалитета на очередном собрании Думы Колпашевского района. На заседании 29 августа 11 народным избранникам были представлены кандидатуры на пост главы района. Напомним, по итогу работы конкурсной комиссии по отбору претендентов на должность были утверждены два кандидата из трех, которые подали документы для участия в конкурсе. Это временно исполняющий обязанности главы Антон Агеев и сотрудник службы авиационной безопасности «Газпромавия» Александр Колесников. Кандидаты выступили перед депутатами с программы развития Колпашевского района на предстоящий пятилетний период, ответили на вопросы участников заседания. Первым в свою программу присутствующим представил Антон Агеев. Он озвучил главные цели своей деятельности в качестве главы района. Это улучшение социально-экономического развития района, повышение уровня качества жизни жителей. Среди главных задач в рамках полномочий главы кандидат отмечал профессиональное управление хозяйственным комплексом муниципалитета, представление интересов жителей, грамотное руководство административным аппаратом, взаимодействие с депутатами, общественностью, губернатором и администрацией Томской области. Антон Агеев оценил текущую социально-экономическую ситуацию в Колпашевском районе и рассказал о намеченных путях решения проблем. В 2021 году в городском поселении произошли существенные изменения в сфере организации транспортного ослуживания, произошла оптимизация маршрутной сети, замена неудобных газелей на автобусы ПАЗ. Вопросы организации обслуживания населения такого района, как Колпашевский, должны решаться путем бюджетного планирования на условиях софинансирования из областного бюджета. Все участники процесса, включая власть и перевозчиков, должны отчетливо понимать свою роль. Это позволит избежать ситуации, связанных с рисками остановки работы транспорта и экстренного вливания бюджетных средств. В рамках презентации своей программы Антон Агеев коснулся и вопроса расселения аварийного жилья. По ветхому аварийному жилью сегодня, как многим известно, под расселение попадают жилые дома, которые признаны аварийными с 1 января 2012 по 1 января 2017 года. Сложилась ситуация, при которой ветхий аварийный фонд на территории района не попадает под действующие критерии расселения. На местном уровне проблема расселения видится неразрешимой ввиду невозможности возложения затрат на местный бюджет. Проблему намерен решать с привлечением областной власти и областных и федеральных депутатов. Особое внимание выступлении кандидат уделил вопросам развития сферы образования Колпашевского района. Для главы района считаю в сфере образования первостепенными задачами это обновление инфраструктуры. Администрация района несколько лет работала на то, чтобы начать капитальный ремонт здания второй школы и строительство Сааровской средней школы. Моя задача сейчас обеспечить контроль за выполнением работы, своевременный ввод этих социально значимых объектов в эксплуатацию. В период временного исполнения обязанностей главы района мы уже начали подготовку к проведению капитального ремонта еще двух объектов образования. Это основное здание Тогурской средней школы и здание Чижимтовской средней школы. Предварительно эти объекты включены на 2024-2025 годы. Эти образовательные организации уже давно нуждаются в срочном капитальном ремонте, но я смотрю и на перспективу, для чего в текущем году были подготовлены дефектные ведомости на здание седьмой школы. Эта школа также включена в статистику, как школа нуждающаяся в капитальном ремонте. Таким образом проводим ремонты и строительство в настоящее время, работаем на среднесрочную, уже понятную перспективу, ведем работу на долгосрочную перспективу. Необходимость строительства новой школы в центре города, здания лыжной базы ни у кого не вызывает сомнений. Это те проекты, подготовка к реализации которых занимает не один год. В планах это уже давно, я беру на себя продолжение этой работы. Упомянул во время выступления Антон Агеев и намерение заниматься развитием туризма на территории Калпашевского района. Я намерен при реализации проекта в сфере туризма создавать условия в первую очередь для жителей нашего района. Благоустройство второго светлого озера как пляжной территории. Цивилизованный безопасный отдых на воде – это то, что наиболее востребовано нашими жителями. На это существует очень большой социальный запрос населения. И на это я буду работать. А гранты в сфере туризма, на которые мы очень рассчитываю, будут нам в помощь. Важным направлением своей работы Антон Борисович назвал работу с обращением населения. Он намерен повышать качество обратной связи с гражданами. Моя работа на посту главы района построена на тесном взаимодействии с жителями района и общественными организациями. Поэтому ставлю для себя задачу в первую очередь объехать все населенные пункты Калпашевского района и провести в них встречи с населением. Необходимо более активно развивать взаимодействие с гражданами посредством социальных сетей. Это позволяет решать сразу несколько важных задач. Это диалог с жителями и оперативное донесение до них важной информации о работе местных властей и получение, конечно же, обратной связи. Депутаты задали кандидату вопросы, которые касались возможностей увеличения бюджетных средств района, создания условий для привлечения молодых специалистов, транспортной доступности и других тем. Вторым перед депутатами со своей программой выступил Александр Колесников. Он дал оценку текущего социально-экономического состояния Калпашевского района. В частности, кандидат отметил, что в нашем муниципалитете происходит сокращение не только объектов малого и среднего предпринимательства, но и численности населения. За последние три года у нас население района сокращается по 575 человек в год. Ну, это цифры, это есть везде. Википедия, всякие статистика и так далее. По этому расчёту у нас к 2086 году, то есть через 64 года, население района составит ноль человек. Примерно в это время мои дети достигнут пенсионного возраста. И, скорее всего, они его достигнут не здесь. И нельзя забывать также, что население страны также сокращается на миллион в год. Последние два года мы потеряли 2 миллиона человек. Часть миграции, часть уехали, часть из них это больше умерло, чем родилось. Ещё такой момент по этому поводу хотел сказать, если вдруг кто-то скажет, что это просто расчёты и так далее. Если вдруг мои расчёты не верны и население района исчезнет с лица земли не в этом веке, а в следующем, то кому-то от этого станет легче или нет? Я думаю, что нет, не станет легче. Поэтому ситуацию надо менять. Решение проблем района кандидат видит в сохранении и приумножении численности населения. Для достижения этой цели Александр Колесников в частности предлагает следующее. Для начала, для этих целей необходимо преобразовать существующие в Колпашском районе частные предприятия, выполняющие социально значимую роль, в муниципальные. Ну или если там... То есть я этих тонкостей не знаю, но потом попозже расскажу, как об этом узнать. Или придётся создать новые, если вдруг будут какие-то проблемы. В первую очередь необходимо реорганизовать наши проблемные предприятия. То есть первое, которое отвечает за транспортное обеспечение населения. И потом уже остальные это коммунальные услуги, водоснабжение и отопление. Перевод данных видов деятельности под контроль муниципалитета позволит обеспечить конкурентоспособную заработную плату, потому что она будет назначаться не из условий извлечения максимальной прибыли, а из условий привлечения работников, сохранения их на местах и выполнения ими обязанностей своих качеств. Необходимо создать городообразующие предприятия. То есть помимо муниципализации социально важных предприятий, необходимо создать городообразующие предприятия. На данный момент видится мне создание такого предприятия в сфере строительства. То есть строительно-монтажное муниципальное предприятие. Это предприятие, создание такого предприятия позволит создать не только высоко квалифицированные рабочие места и обеспечит работой жителей на многие годы вперед. Допустим, у нас есть Томский государственный архитектурно-строительный университет, то есть выпускники, даже Калпаш-то уже спокойненько, и даже, мне кажется, весело побегут обратно в Калпашево, будут здесь заводить семьи и так далее, имея гарантированное рабочее место и хорошую зарплату. Говоря о сроках реализации комплекса МИР по решению проблем социально-экономического развития Калпашевского района, Александр Калесников отметил. В ближайшие 2-3 года необходимо будет реорганизовать предприятия, оказывающие население транспортные услуги и услуги по отоплению, сделав их муниципальным, а также подготовить законодательную, законодательную, это надо будет работать в тесном контакте с областной администрацией, подготовить законодательную кадровую базу по созданию нового строительно-монтажного муниципального предприятия, обеспечить его финансирование из бюджетов различных уровней. Дальше по срокам реализации уроки трезвости можно начать проводить немедленно, и они не потребуют никаких финансовых выливаний. То есть это все бесплатно, и самый легкий способ, как говорится, появить детям здоровые привычки. А то число вейперов растет, а все делают вид, как будто этого не происходит. Для кадровых служб, учреждений необходимо будет проведение курсов повышения квалификации, а также передача опыта по найму квалифицированных кадров от передовых предприятий, учреждений и страны. Что здесь подразумевается? Мы находим передовое предприятие, где все хорошо с кадрами, где высокопроизводительность труда, прибыль и так далее. Зовем наших кадровиков, они с ними созваниваются, но любыми способами, и просто перенимают опыт. Обязательно надо перенимать опыт. Я сейчас не предлагаю здесь изобретение какого-то велосипеда. То есть все очень просто. Дальше. Проработка вопросов по созданию независимых профсоюзов. Это 22-23 год, 24-го надо будет создавать уже профсоюз. И вот эти вышеперечисленные меры могут привести, то есть идеальная картина, естественно, я не рисую, они могут привести к остановке оттока специалистов, то есть это миграционная составляющая, и к замедлению естественной убыли населения. В завершении выступления кандидат ответил на вопросы депутатов. Они касались обеспечения средств местного бюджета, газификации, должностных полномочий главы района и других тем. Подробно с программами кандидатов можно будет ознакомиться в специальном материале Калпашевского телевидения, который будет размещен на официальном сайте ТВК, в группе в соцсети ВКонтакте и Телеграм-канале. После выступления кандидатов депутаты приступили к обсуждению кандидатур. Избрание главы района проходило путем открытого голосования. Большинством голосов на пост был выбран Антон Агеев. За него проголосовали 8 депутатов из 11. Парламентарии поздравили избранного руководителя муниципалитета. Антон Агеев, в свою очередь, поблагодарил присутствующих за доверие и выразил надежду на будущее плодотворное и тесное сотрудничество.